здравствуй youtube для меня абсолютно новые бренды китайского происхождения непосредственно да как бы в данном случае что это комплиментом райк на из ничего не слышал просто увидел их в продаже и меня зацепил вот нижний нож зацепил очень очень крепко зацепил вот оставил так сказать след в нажиманской душе ну и я поехал крутить вертеть его в руках к станиславу собственно ну к ванну стасу я общаюсь со стасом поэтому мне к нему удобнее ездить так вот ну а стас не принес не только тот нож за которым я ехал ну и еще несколько и райк на просто посмотреть вживую пощупать ну в общем стасу на самом деле большое спасибо потому что давненько не было ножей с таким соотношением маньячности качества производства и цены ножи дорогие там все в районе от 180 до 200 долларов да на текущий курс это прости господи ну сколько ну давайте 200 долларов 60 рублей то есть это где-то ножи стоят ох ты ж господи от 10 до 14 тысяч до получается так но учитывая что те ножи которые раньше стоили эти деньги сейчас стоят больше 20 тысяч рублей это нормально то есть эти ножи раньше бы стоили там тысяч шесть что в принципе вполне вполне адекватная я бы даже сказал чересчур даже адекватная за них цена давайте поговорим подробнее мне сверху вниз буду показывать значит вот этот нож мне тоже понравился ну я его он зацепил не на картинке но лично меня по дизайну он меня зацепил непосредственно в руках сейчас покажу как райк на и сделает свои ножи посмотрите качество обработки рукояти очень интересные осевые и в данном случае два одинаковых винта один осевой а один держит рукоять одновременно держит клипсу посмотрите как сделан пропил фрейма это еще ладно теперь посмотрите как сделано как сделан спейсер рукоять грамотно сделано дальше я думаю что вот сейчас видно сейчас попробуем больше света дать чуть больше света вот сейчас видно посмотрите облегченный титан то есть внутри есть выборки причем выборки разные да как бы по своим размерам все очень круто сделано настолько круто насколько вообще как бы это можно сделать в плане выборок в рукояти поэтому он очень легенький для абсолютно титанового полностью металлического ножа он очень легкий теперь еще нюансик который нереально невозможно переоценить несмотря на дизайнерскую вычурную клипсу титановую клипсу у нее очень выверенное усилие она спокойно отгибается ногтем достаточно упруга но адекватно и посмотрите какой маленький размер флипера вот вам просто для сравнения флиперу кайзера и у хиндера любого вот такой а у этого ножа вот такой то есть он ну вот 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 с ногтем до пальцы у меня небольшие теперь смотрите что он делает успели заметить давайте еще раз круто же супер рукоять хватаемся вот так здорово хватаемся вот так тоже здорово хватаемся вот так вот так как угодно вот так то есть ну как не схватись даже банально картошку чистить это удобно суперический нож именно в руке по картинке меня не цепанул ни разу давайте еще раз внимательно посмотрим на него сблизи финиш клинков вообще суперский очень аккуратно сведены где-то в 04 в 05 так же как на широгоровых сняты фаски вот таким вот образом все крайне аккуратно сделано здорово то есть ну ясно скажем так за что заплачены достаточно большие деньги абсолютно ясно при этом понятно что лишних денег не заплачено что в принципе здорово то есть что нам провозглашает этот нож да он прозглашает то что можно получить идеальный из титана и за м390 аккуратно сведенный суперский иди сирий зачок плюс со стеклобоем с шикарно снятыми фасками с маньячной обработкой деталей с идеальной механикой сухарем все как надо с облегченным титаном за деньги вдвое меньше чем за сибензу которая практически всего этого лишена который просто аккуратно сделано на минуточку ну вообще да как бы на самом-то деле теперь ну не знаю какой из них взять любой абсолютно любой ну давайте этот значит что тут можно показать тоже клипсу вот это вот их такая фирменная насечка она есть вот на этих ножах и вот на этом ноже вот чем как бы что здесь представляет собой интерес тоже обработка отверстия ну давай вот тоже аккуратненько все снята фасочка клинок аккуратно обработан заточка достаточно адекватная заводская ну вполне себе вот сухарик вот так аккуратно сюда в делом там тоже все вот видно облегченная здорово все подогнано ну то есть как бы здорово суперски здесь особо не буду тоже показывать просто покажу что вот очень симметрично сделаны вот эти вот долл и они реально очень симметричные то есть такой симметричности мало на каких ножах даже фирменных можно как бы увидеть очень редко бывает настолько симметрично все вот здесь тоже все в порядке замочек вот так вот заходит на самое начало ну короче здорово сделаны но я говорю все вот эти вот два ножа они как бы клевые сами по себе наверно но мне не нравится совершенно а вот этот вот нож меня прям зацепил я собственно с него и начал этот рейк найс значит здесь тоже самое все идеально с клипсой она потайная причем реально потайная вот вот так садится нож на карман ножик просто идеально сделан с black wash очень любопытная обработка всех деталей такие вот интересные вот эти отверстия которые разбавляют внешний вид мрачноватый такой в целом значит посмотрите на шпеньки и посмотрите как это выглядит в открытом состоянии как четко встают сюда эти шпеньки как продлевается линия рукояти как сюда здорово просто встает палец в итоге на площадочку такую просто нож лежит как влитой длиннючий клинок угол нигде не завален даже на заводе не завален угол тонюсенькое сведение в 04 может даже в 03 не хочу просто штангенциркулем царапать здесь ничего чтобы померить 35 с 35 вен здесь но и здесь тоже здесь m390 точно так же маньячно снятые фаски толстый клинок нож в принципе воспринимается очень серьезным таким но при этом да и полный фикс вообще никакого даже намека на люфт нету идеальный флип ну то есть вот просто фантастика вот эти ножи сделаны точно так же механически идеально этот вообще с претензией на вообще сто процентов идеальности исполнения вот этот в общем то ну тоже как бы очень хорошо сделан тоже здорово но вот например вот здесь вот чуть-чуть можно придраться здесь вот не снята фасочка с этого места и палец так вот цепляется то есть не больно но сам факт да как бы на фоне полностью вылезанного ножа такой есть нюанс но блин здесь еще речь не об этом здесь речь о том что нож офигенный он и в руке воспринимается шикарно и визуально меня очень зацепил и тоже идеально симметрично все здорово сделано крепкий зараза но и диссишник очень хороший будет я уверен странно что я за раньше про них не знал в принципе потому что ну как за китайскими ножами я уже давно слежу и единственное что вот кайзер у меня есть так как бы мне нравится то есть в чем суть они берут какой-то дизайн или где-то посмотрит или делают свой с оглядкой на что-то но очень часто то на что они оглядываются они улучшают так вот у райка какие-то дизайны там подсмотрены но вот это вот скрещенный там да например с экстрема ратио скрещенный с зеро толерансом как по большому счету но офигенный же симбиоз вот эти ножи по-своему задизайнерены и все очень здорово и в общем и целом я бы сказал что это очень хорошее все равно несмотря на приличную стоимость это очень хорошее ценовое предложение за те деньги которые за них просят вы получаете ну вообще феноменально сделанные ножи просто феноменально качество блин она зашкаливает вот я недавно буквально держал в руках себе в за буквально недавно хиндер ни в одном из них нету такого чувства идеально сделанного ножа вот ну нету и все чувство идеально сделанного ножа у меня только в лимитке ареса чувство идеально сделанного ножа у меня в этой самой формной колладе как бы тоже присутствует на это фикс там несравнимые вещи так вот здесь именно феномен этого райк найфа для меня это то насколько четко прецизионно сделан нож и при этом параллельно он стоит не за двадцать тысяч а за чуть-чуть за 10 да как бы вот в чем фишка премиальные материалы интересный дизайн хорошие какое там хорошее отличное качество я думаю что уже давно пора забыть про стереотипы китайский бренд не китайский сделано в китае не в китае тем более что косячит радостно в америке сейчас только так и всегда косячили вот и при этом когда они делают офигенно они почему-то хотят как бы слишком большие суммы денег и очень часто возникает вопрос за что конкретно ну вот у райк найфа не возникает вопрос за что конкретно тут четко понятно за что ты заплатил вот эту сумму которую просят за охрененно сделанный нож надеюсь вам было интересно до новых встреч в интернет эфире если вам понравился какой-то из ножей напишите в комментариях пока ножи еще у меня я вам попробую может сниму еще видео про какой-то отдельный нож или подробно или еще с какой-то стороны покажу будут вопросы пишите в комментариях знали ли вы может у кого-то есть такой нож до новых встреч в интернет эфире до свидания